Я всех приветствую на нашем с вами канале. Ничего не могу сделать с этим лучом света, он просто никуда не девается, как бы я не переставляла компьютер. Поэтому даже не спрашивайте, что сегодня происходит. Ну вот как-то так. Причем свет всегда падает одинаково, но видимо у Бога немножко сегодня другие планы. Так мы поговорим о 2025 году, который нас ожидает. Начну я с славянского годослова. Заканчивается год темного соха. Год очень трансформационный, очень тяжелый, кармический, потому что здесь принцип был каждому по делам своим. Жесткие очень энергии с точки зрения геополитики, вообще происходящего в мире. Мы видели с вами, как это происходит, что на самом деле. Мы внутри себя ощущали очень много разводов, расставаний, людей, которые просто уже поняли, что так, как раньше, уже дальше быть не может. Кардинально люди меняли свою жизнь, я это видела на консультациях, на обучениях. В каком-то смысле это хорошо. Это такой, знаете, аркан больше связан с силой, справедливостью, внутренними процессами, где люди понимают, что больше они не хотят терпеть, не хотят изменить полностью свою жизнь. Что будет ожидать нас в 2025 году? Это год шершня. Буду подсматривать немножечко в свой конспект, потому что нам нельзя забывать что-либо. Что это вообще за образ? Жалящий, шершень. Кажется, да, что такое жало будет выпускаться, что это что-то будет такое неприятное. Но это про силу, ребята, про напористость. То есть то, что стоит сказать о нас, как о людях, как нам прожить этот год, какие у нас должны быть качества, какой должен быть характер. Он должен быть сильным, стойким, уверенным. Обретение себя своей ценностью, любовь к себе, это будет очень важно. Проявление своих лидерских качеств. Вообще вот это слово проявленность, это будет девиз 2025 года. Это, знаете, такая вот нотка, я так говорю, ревности где-то, контроля, когда вам будет хотеться каких-то ярких эмоций, путешествий, будут открываться разного рода возможности. Но при этом этот год идет под числом 9. 9 это духовность, это изоляция, это одиночество, это огромное количество новых болячек. Готовьтесь тоже к тому, что вам нужно будет учиться, совладать с собой, со своей энергией, изучать себя, внутреннее такое пространство, внутренняя инженерия. Насколько вы вообще готовы к этому. Кстати, вы подписывайтесь, телеграм-канал, кто не подписан, потому что совсем скоро мы сделаем с вами очень крутой обучающий проект про здоровье, состояние, эмоции. Будут приглашены эксперты, будет очень интересно, поэтому там будут анонсы. Так, что еще здесь? У каждого из вас есть гороскоп, да, свой славянский гороскоп. Поэтому я советую себя рассматривать с разных традиций. Значит, если вы рождены, кто здесь, да, у нас 1913 год, 1929, 45, 61, 77, 93, 2009. Это и есть ваш год, шершня. Поэтому можно сказать, что если это ваш год именно, то, конечно, вы получите только все самое позитивное, самое положительное. Вы получите новые возможности, у вас будет карьера, финансовый рост, благополучие. Возможно, в этом году вы приобретете какую-то недвижимость, у вас появится желание что-то накапливать, на что-то вообще собирать, да. Но здесь и время образования, время, когда вы будете пересматривать абсолютно все ценности. Возможно, будете создавать какие-то новые традиции, вы встретите новых людей, у вас будут знакомства, вы будете проверять людей. Жизнь тоже подкинет вам массу удивительных событий, чтобы вы поняли, кто находится рядом с вами, что это за люди. Дальше. Следующий притаившийся люд, то есть волк. Это я. 914, 930, 46, 62, 78, 94 и 2010 год. В целом пройдет год также положительно, даже лучше, чем предыдущий год по энергиям, хочу я вам сказать. Здесь могут раскрываться способности ведения. Вообще, шершень — это про интуицию, про эмпатию, про чувствование разных процессов в том числе. Здесь люди, рожденные в эти годы, будет трансформация связана с направлениями. Возможно, вы что-то изменить и поменять. Я скажу на себе, как это происходит, что я пересматриваю свою деятельность, направления, в которых я хочу создавать обучение. Вести канал, я хочу немножко отходить от политических, например, тем, потому что этого уже предостаточно. Так же самое вы можете сделать какой-то анализ и переоценку того, что происходит. Здесь судьба вам может подкидывать разные моменты, где вам нужно будет проявить свое критическое мышление, аналитическое мышление. И очень большой удар придется на личную жизнь. Как в хорошем смысле, в плюсе, так и в минусе. Все будет зависеть от того, насколько вы используете эту энергию, как вы захотите вообще ей воспользоваться. Потому что каждый год мы можем проживать, еще раз говорю, как в позитивном ключе, в позитивном развитии событий, так и в негативном. Все зависит от того, насколько мы готовы работать над собой. Поэтому здесь будет важно уделить внимание себе, детям. Если вам хочется детей, можете, пожалуйста, заводить детей. В этот период будет очень благоприятно. Далее. Огненная векша белка. 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995 и 2011 год. Здесь, конечно, в вашем характере наблюдается такая страстность всегда, решительность. Вы готовы. Готовы ко всему. Это всегда так происходит. И что стоит для себя уяснить. Вы привыкли к тому, что у вас идет скорость. Вы набираете обороты. Вы не боитесь выполнять очень много задач. Вы ставите перед собой очень много целей. У вас уже есть какие-то простроенные планы. И здесь важно, если вы что-то поставили себе за основу, это выполнить до конца. Не бросать это на полпути. Дальше. Романтические знакомства. У вас очень много может быть знакомств. Особенно, если вы в одиночестве находитесь. Карьера, финансы. Будет у вас взлет. И это есть хорошо. И, конечно, вам стоит принять в себе часть, как духовную, так и материальную. Находиться в балансе. В балансе своей работы. Своего отдыха. Чтобы это все было вот так. Чтобы вы не переусердствовали. Потому что вас будут отправлять в изоляцию. Потому что вам скажут, иди, отдыхай, будешь болеть. Поэтому учтите это, пожалуйста. Проявляйте решительность. Не уходите в такое, знаете, нездоровое само одиночество. Почему? Потому что вы будете страдать. Вы начнете думать о том, что мне там кто-то не уделяет время, внимание. То есть у вас начнется такая позиция жертва. Поэтому с этим, пожалуйста, тоже работаем. Жемчужная щука. 916-932-48-64-80-96-2012 год. Здесь хорошо будут финансовые перспективы. Вообще все, что касается инвестиций. Все, что касается вложений. Ну вот как-то деньги, деньги, деньги. Все у вас приходится на 25-й год. Здесь еще. Семейные вопросы выйдут чуть ли не... Ну как бы да, вот деньги финансовые у вас будет первый план. Второй план это у вас будет семейная какая-то жизнь. Ваша семья и родительская, своя, если она у вас есть. И там будут у вас постоянно какие-то изменения. Вы будете думать над тем, как лучше создать эти отношения. Как их там продолжить эти отношения. У вас будут проигрываться разного рода сценарии. Опять-таки, больше доверяйте своему внутреннему голосу. Потому что ситуации в 2025 году будут складываться не всегда благоприятно. Не всегда в вашу сторону. И вам нужно будет включать вот эту мобильность. То есть переключения. Чтобы вы не зависали в этих негативных программах. Простраивали себе варианты всегда. Легко могли адаптироваться. Бородатая жаба. 917, 33, 49, 65, 81, 97, 2013 года. Что у нас здесь? То есть спокойствия не будет. Могут быть такие постоянные волнения, тревога. Когда вы не чувствуете себя в своей тарелке, на своем месте. Может вы не нашли свое предназначение. Может у вас какие-то проблемы в личной жизни. Ну и так далее. Вам будет казаться, что это достаточно сложное время. И в этот момент важно просто не вовлекаться в очень многие события. Просто наблюдать со стороны. Вряд ли 25 год даст вам то, что вы хотите в плане своей карьеры, в плане своей реализации. То есть вы будете немножечко такой недовольной жабой всем происходящим. Но опять-таки все зависит от вашей внутренней свободы. От вашего внутреннего пути. Насколько вы готовы, куда вы готовы идти дальше. Особых таких значительных перемен у вас также не будет. Можно сказать, что в вашей жизни все будет стабильно. Для каждого стабильность она своя. Поэтому так, вот здесь. Скорее всего, по поводу отношений. Вы будете думать, разрывать отношения, не разрывать отношения. В конечном итоге придете к тому, что вы выбираете себя. Если отношения ваши негативные. Если вы не получаете то, что вы хотите в отношениях. 2025 год, это станет годом-озрывом ваших отношений. Дикий, вепр или команда. 918, 34, 50, 66, 82, 98, 2014 год. Здесь все ваши качества, которые касаются. Идти вперед, не останавливаться. Вижу цель, не вижу препятствий. Иду на пролом. Создаю себе прочную базу. То вот эти все качества ваши. Они позволят вам еще больше получить и выжить с 2025 года. Поэтому проявляйте вот эти качества решительности. Постоянно вам будет хотеться, скорее всего, путешествовать. Переезжать. Вам нужны будут перемены. Это как в числе сознания семерка. Есть такая вещь, когда ты получаешь какое-то определенное удовольствие. Какой-то определенный опыт в переездах. Это могут быть просто города. Даже вы просто уехали в другой город. Это место силы. Это другие страны. Поэтому не бойтесь путешествовать. В этом году вы встретите конкуренцию. Это может быть в ваших проектах. Это может быть в вашем бизнесе. В вашей личной жизни. Ну, абсолютно везде. Потому что найдутся какие-то достойные, в том числе соперники. И вы с этим столкнетесь. Здесь нужно будет поддерживать все то, что у вас есть. Работа, семья, какие-то проекты. Если вы что-то не закончили, вернуться к этому, закончить. Так вы получите больше финансов. Больше будете чувствовать себя реализованным. То есть довести все то, что в прошлом, до конца. Это же будет касаться каких-то отношений. И разговора, который вы давно хотели к нему вернуться, но не вернулись. То есть прямо сейчас уже можно это делать. Будет очень много работы. Очень вам, опять-таки, нужно будет балансировать между работой, отдыхом. И чаще выбирать себя по возможности. Также это очень большой для вас будет духовный рост. Потому что вы будете уходить в свои состояния. Может, это будут медитации, практики. Какие-то осознанные вещи. Вы начнете этим интересоваться. Может, эзотерические какие-то направления науки. Но так или иначе, просто у вас достаточно такой мистический знак. И все, что связано с тайным миром, тайными знаниями. Для вас это благоприятное изучение, профессиональное обучение. То есть тут уже как вы хотите сделать. А отношения. Если вы ждете каких-то новых отношений развития. Опять-таки, вам важны будут отношения, в которых вы будете расти. Вы сможете реализоваться, вы сможете получить что-то. То есть это такой взаимообмен будет. И, конечно, развитие и рост. То есть партнер, который будет с вами или должен быть у вас. Это человек, с которым вы растете. Как материально, так и духовно. Шипящий уж. 920-й, 36-й, 52-й, 68-й, 84-й, 2000-й, 2016-й год. Здесь будет постепенный выход. Вы, скорее всего, у вас сейчас какие-то застойные процессы. Вы приостановились и не знаете, что делать, куда идти. У вас могут быть такие внутренние состояния и зацикленность. То есть вот просто где-то вас сейчас остановилось. Что нужно сделать? Нужно перезапустить вот этот цикл и пересмотреть, что вам мешает выйти на какой-то новый уровень. Что вы хотите сделать в этом году другое, не такое как. Поэтому важным вектором развития вашей души в этом году это будет реализация финансовая. Больше всего карьерная. Вы будете об этом думать. О том, что вы хотите перезапуститься. Это будет ваш бизнес, проект, еще что-то. Но очень важно начать совершенно новое что-то. Новые идеи могут приходить. Так, теперь прадущийся лист 21, 37, 53, 69, 85, 2001, 2017. Это будет такой непростой год. Потому что все, что вы потянули с этого года. Если вы с чем-то еще... Почему я делаю этот выпуск 30 августа? Потому что все, что вы не сделали до, то есть еще у вас есть время, как минимум месяца три, так точно, для того, чтобы все свои хвосты подтянуть. Знаете, это работа над ошибками. Максимально будет для вас очень важно расправиться со всеми ситуациями, с людьми, что вы сделали не так, чтобы войти в Новый год с новыми энергиями. Потому что дальше вас это начнет просто засасывать, как болото. И я еще советую вам обращаться за помощью. То есть действительно не полагаться только на себя. Можно сотрудничать, можно делать совместные проекты. В этих проектах будет какой-то рост. То есть себе найдите еще человека. Не бойтесь, если вы сами какую-то деятельность развиваете, нанимать людей. Это тоже для вас будет рост. По поводу отношений. Здесь вы можете столкнуться с страданием, с какой-то болью. Либо уже в этих состояниях, уже скоро этот год будет. Либо вы опять-таки зайдете в это. И может такое быть, знаете, что вам это только кажется, это иллюзия. Вам просто хочется пострадать. Дайте себе время. Если нужно, пойдите к кому-то на консультацию. То есть как-то гармонизируйте это положение, чтобы не сделать определенных ошибок. Свернувшийся еж 22, 38, 54, 70, 86, 2002, 2018. Значит, здесь у вас будут включаться какие-то защитные механизмы. Вам будет казаться, что весь мир это угроза для вас. Вы постоянно будете находиться в состоянии, где вы ищете подвох в отношениях, в финансах, везде. Вы все перепроверяете. То есть в таком состоянии просто невозможно. Вам нужно больше доверять. Доверяем, проверяем. Мы знаем этот принцип. Но, тем не менее, старайтесь не выстраивая такую броню, знаете, защитную, та, которая у вас есть всегда по жизни. И этот год, он будет не исключение. Будьте более открыты. Будьте в принятии, в спокойствии, в, знаете, вот этой благостной такой энергии. Просто представьте, что вы можете ее получить. И абсолютно можете получить все то, что вам нужно. Есть, да? Теперь большая вероятность того, что вы можете найти отношения в каких-то... Это может быть и работа, это может быть и театр, там, парк и так далее. Но это именно будут, знаете, людные места. То есть там интернет, там нет. Вы можете просто вот так познакомиться где-то на улице, в торговом центре, не знаю, где угодно. Поэтому не стесняйтесь, если увидите человека по вашей душе, и он вам очень зайдет. Парящий Орел. 23, 39, 55, 71, 87, 2003 и 2019 год. Так что у нас здесь? У вас будет взлет просто, да? То есть карьерный взлет. Возможно, вы будете заменять какого-то начальника, да? Вам скажут, что вот вы сейчас на вот этом месте. Вы попробуете себя вроде лидера. У вас будет очень много ответственности. Причем это будет везде. Как-то вам нужно будет очень-очень много выполнять задач. Вам будет постоянно казаться, что у вас не хватает времени, что все только на вас. Что только вы являетесь тем человеком, который может это сделать, а больше никто не может, да? Теперь у вас включатся такие настройки, где терпение и труд все перетрут, да? Хочется вот так сказать. Поэтому сохраняйте вот этот внутренний баланс, свою внутреннюю энергию. Вообще очень хороший для вас будет год. И удача, и процветание, и финансы. Ну вот как-то не вижу здесь никаких минусов. Что еще нужно сделать для получения благости? Избавляться от того окружения, которое для вас токсично. Друзья, там, не знаю, родственники и так далее. Если вы понимаете, что вы не можете это вывозить, что энергетически вы уходите вообще, да? И у вас везде какой-то минус-минус-минус-минус. Тогда сделайте вывод, что мешает вам. Задайте себе этот вопрос. Что мешает мне сделать то, что я хочу? Что или кто мне мешает? И тогда, избавляясь от этого, ограничивая, уходя в дистанцию, вы сможете получить нужный вам результат. Так, прядущий мизгирь, это паук. 24-й, 40-й, 56-й, 72-й, 88-й, 2004-й, 2020-й. Здесь у вас будет, знаете, это как вот паук, да? Делает вот эту вот паутину. Так и вы будете постоянно создавать себе безопасность, финансовую подушку. Вы будете думать над инвестициями. Вы будете думать, что у меня есть, чего у меня нет. Что я еще хочу? Это списки желаний, очень благоприятно делать. Допадить все до совершенства, превращать свои мечты в реальность. То есть, куда вы хотели поехать, поедте. Что вы хотели попробовать, попробуйте. С кем вы хотели встречаться, встречайтесь. То есть, прям, вот, знаете, удовлетворяйте свои хотелки, я бы так сказала. Теперь важно не делать все, знаете, на таких резких поворотах. То есть, ограничивать себя в действиях. Это действительно будет очень важно, чтобы вы не вступали в борьбу. Не было у вас, знаете, агрессивных каких-то ноток и тому подобное. Отличная возможность на построение отношений, на построение любви, знакомств, друзей. То есть, вот новая, новая, новая у вас запустится энергия. Кричащий петух. Двадцать пятый, сорок первый, пятьдесят седьмой, семьдесят третий, восемьдесят девятый, две тысячи пятый, две тысячи двадцать первый. Вот, что здесь. Здесь вот это ваша натура внутренняя, которая отличащая, которая стильная, которая яркая. То есть, я готова вот здесь сейчас везде, вот здесь петушины свой хвост распустить. Этот год вас начнет попускать. Причем очень-то качественно. Поэтому, я думаю, что вам будет тяжело работать над своим эмоциональным фоном. Там, где вы захотите больше, знаете, какой-то энергии сплетен. Энергия, там, не знаю, вам захочется пораздражаться. Вам захочется каких-то скандалов и так далее. То есть, такой год. Либо вы это просто будете реально притягивать в свою жизнь таких людей, начальников, там, не знаю, еще что-то. Или просто вы столкнулись с тем, что рядом с вами люди, которые не могут с собой совладать. И вот, как бы, когда вас нет, они себя ведут нормально, когда вы есть, но это просто какой-то коллапс. То есть, я не знаю, это год какого-то хаоса. Когда вам нужен реально какой-то антикризисный план, как себя вести, что делать, как на кого-то смотреть и тому подобное. Поэтому вы столкнетесь еще с тем, что у вас будет очень много завистников. Что очень много людей просто рядом с вами, которые недостойны рядом с вами находиться. Которым вы можете доверять какие-то свои секреты, что-то рассказывать важное, делиться чем-то. А потом эти люди вас предадут просто. Поэтому внимательно смотрите за тем, что и кому вы говорите. Новое сотрудничество, новое сотрудничество, новые знакомства, возможность карьерного роста. Но опять, то есть, ваша вот эта яркость, творческое проявление, оно очень нравится людям. Поэтому внедрять это лучше в планы, лучше в проекты. Не среди людей, вот так вот, а именно в какое-то дело, в какой-то ресурс. И тогда вам это даст очень классный выхлоп. Золоторогий турб, бык. 26-42, 58-74, 90-2006-2022. Значит, здесь ваш такой девиз на этот год. Это спокойствие, только спокойствие, как из этого мультика. Вам нужно убирать стрессы, убирать тревогу, максимально заниматься своим внутренним состоянием. Может, это будет йога, практики, медитации, ретриты, что-то, что вас успокоит. Ищите свои источники вдохновения, ресурсы, энергии. И готовьтесь к тому, что вы будете расти. То есть, у вас, может быть, уже мысли или разговоры о смене работы, повышение квалификации. Были на одной должности, стали выше. То есть, прям вот, если хотели, не бойтесь, рискуйте. 25-й год вообще очень хорошо для вас сложится. Могут быть такие, знаете, крайне срочные отношения у вас. Их реально может быть много. Любовные отношения, курортные романы, всё что угодно. Да, вот так. И если вы там, тут вы свободны, да, вы можете вестись как угодно. Если вы не свободна, у вас семья, скорее всего, вы будете погружаться в состояние уюта, спокойствия, такого вдохновения, да, когда семья для вас это просто что-то неимоверное. Следующий. Огнедривый конь. 27-й, 43-й, 59-й, 75-й, 91-й, 2007-й, 2023-й. В целом, как вы и есть, вы постоянно в движении, вам постоянно что-то нужно, вам нужен прогресс, вы не можете остановиться. То есть, вот это всё будет. Но вы заметите, что жизнь вас тормозит, что ваше постоянное движение, постоянная гонка, это всего лишь ваша реальность. Но в внешнем мире, да, в физическом мире всё может быть совершенно по-другому. И что-то не даст вам того, что вы хотите, вас начнут как-то ограничивать и так далее. Значит, что здесь нужно будет вам сделать? Если вы видите, что люди нечистые на руку рядом с вами, ваши родственники, близкие люди, ограничивайте с ними общение, потому что они вас используют. Вы столкнётесь в 2025 году с тем, что вас, знаете, такие энергетические вампиры вами питаются, 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 а вы пустота, а у вас внутри ничего. И здесь будет очень важно это проанализировать для себя. Здесь будет смена обстановки, может быть переезд, смена работы, вообще финансовое положение, тоже будете об этом думать. И, конечно же, не бояться тех перемен, которые вас ожидают. То есть прям вы можете просто закомпенсироваться, законсервироваться, как я вам говорю, да, и остаться в одной точке вместе. Но стоит меняться, меняться так. Ну и тёмный сохлось, да, это у нас 912, 28, 44, 60, 76, 92, 2008. Значит, мы должны понимать, да, что управление этого, у нас же там всё начинается как бы с марта месяца, не с декабря, понимаете. Поэтому этот тёмный сох, он ещё будет до марта своё влияние давать, поэтому всё, что у нас закладывалось в этом году, ещё будет переходить. Но уже потихонечку, с декабря месяца у нас такая подготовочка к марту пошла, да, и мы с вами готовимся, готовимся к этому году. Понимаем, что нас будет ожидать, какие характеристики, как это всё выглядит. Поэтому вот так. Я вам хочу сказать, что здесь у вас будет постоянная энергия такого создателя, творчества. Вам захочется что-то оставить. Это может быть книга, это может быть какой-то проект, какое-то приложение, ещё что-то. То есть прям такое вечное. Знаете, может, вы создадите свой канал на ютубе, свой какой-то блог, и он будет жить, и вам захочется делиться. То есть такая вот звёздность будет замечаться. Дальше. Ну и с чем стоит быть осторожным? Это то, что у вас будет, знаете, такое очень сильное рвение. У вас будет привычка постоянно меняться, 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 меняться. Это так и есть, да. Но вы можете просто реально от этого устать. То есть вы как-то так приостановитесь и поймёте, так, вот это я делал не так, вот здесь пойдёт переоценка, может, даже какая-то включится депрессия и так далее. Просто не ловите эти состояния и позвольте себе отдохнуть. Потому что вы всегда в движении, в напоре. У вас нет внутренней такой стабильности, чтобы вы почувствовали вот это счастье. Да, я счастлив, да, мне хорошо. Есть, да. И в завершении этого выпуска я хочу сказать о том, что данный год — это год проявления себя, моментов, когда вы находитесь в такой, вам будет казаться, как бы капсуле, да, в такой матрице. И вам нужно уже оттуда выйти. В плане мира вообще, когда это всё будет, страсти будут утихать, потихонечку будут отпускать, да. Войны будут потихонечку останавливаться. Ну, такая вот энергия, то есть ещё нет, но уже как бы где-то там что-то какие-то пошли разговоры. То есть внутреннее спокойствие где-то будет наступать. Причём, но в то же время, в то же время, да, в одном месте это будет останавливаться, в другом месте это будет возобновляться, какие-то новые конфликты. Потому что шершень — это всегда про вот это, да, жало какое-то внутреннее. Это всегда вот это вот желание укусить, желание достать, что я там хочу, да. Поэтому вот эти кусочки, вот эти какие-то дипломатические тёрочки, они будут-будут происходить в мире, друзья мои. Мы ещё не раз встретимся с вами, поговорим о тех тенденциях с точки зрения футурологии в том числе, которые нас ожидают. Не забывайте подписываться, ставить пальчики вверх. Это очень важно для развития канала. Напишите свой комментарий. Не забывайте про консультации, на которые вы можете прийти ко мне. Обучающие программы есть, сайт. И ещё раз о новой обучающей программе, которая будет. Я уже так её называю. Включи себя. Включи себя, да, свои какие-то настройки. Научись совладать с собой, научись лечить себя, целительство, научись входить в разные состояния, принимай себя, да. То есть тут будет очень-очень много всего глубинного, всё, как я люблю. Поэтому держите себя в курсе всех событий Телеграм-канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok